Спонсор показа компания Sweet Homes Приветствую всех в эфире кулинарного шоу «Рецепт успеха». Приобрести недвижимость недалеко от моря и иметь возможность в любой момент улететь в солнечную и европейскую страну – мечта, пожалуй, каждого. А вот свойственно ли мечтам сбываться – сегодня узнаем. У нас в гостях Олеся Герца. Рецепт успеха Болгария заняла шестую позицию. Компания Sweet Homes представляет лучшую недвижимость в центре самого известного курорта Южного Болгарского побережья – Солнечный берег. Лучшие предложения, качественные квартиры, дизайнерский интерьер и доступные цены – все это Sweet Homes, что в переводе означает «милый дом». Здравствуй, Юлия. Привет, Олеся. Очень рада видеть тебя у нас в гостях в нашей студии. Спасибо, и мне очень приятно здесь находиться. Спасибо большое, что прилетела к нам из солнечной замечательной страны, из Болгарии. Олеся прямо рейсом к нам прилетела. Да, спасибо, да. Действительно, из солнечной Болгарии приехали. Как настроение? Нормально. Что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить национальные болгарские традиционные блюда. Горячее блюдо – пилишка коварма, на русском – куриная коварма, и шопский салат, всеми известный. И любимый. Шопска салат на болгарском. И любимый, да, свежий вкусный салат. Будем готовить. Ну, что я хочу тебе сказать. Сегодня у нас абсолютно точно эфир будет беспрецедентный, хотя бы уже потому, что обычно мои гости готовят все-таки блюда, знаешь, из, скажем, рецептов Восточной Европы и Центральной Азии. А ты сегодня привезла совершенно новое блюдо, болгарское, национальное, и уже не терпится начать его приготовление. Расскажи, пожалуйста, с чего мы начнем. Я сегодня твой помощник, твой ассистент, и ты – наш шеф-повар. Рассказывай, что делать, то, собственно говоря, делать и буду. Хорошо, да, я согласна. Сначала начнем. Горячее блюдо – пилишка-коварма. Для этого нам необходимы следующие ингредиенты. Мясо куриное филе, ну, в таком количестве. Далее у нас помидоры, лук красный обязательно. Перец, может быть, красный, зеленый и желтый, чтобы было более яркое блюдо. Чесночок, да, и в конце для оформления нам нужна петрушка и болгарские приправы. Вот это особенный момент, который хочу сейчас, на котором я хочу остановиться. Олеся привезла с собой две приправы. Олеся, расскажи, что это. Это в конце, да, мы добавляем в блюдо. Это у нас тимьян. И чебрец. Да. Вот на самом деле хочу Олесю, конечно же, обрадовать, что у нас это тоже все есть в Германии. Но в любом случае тебе большое спасибо, мы обязательно в конце будем это использовать. И я уверена, что болгарский чебрец и тимьян наверняка обладают своим изюмом. Ну да, я так решила, чтобы было вкуснее, да, приятнее по-болгарскому. Спасибо большое. В очередной раз огромное спасибо. Тогда я предлагаю, давай сделаем так. Ты займешься мясом, а я тем временем начну заниматься овощами. Хорошо, давай. Идет? Да. Хорошо. С лука хорошо если начну? Да, можно с лука. А нам прям вот три луковицы нужны будут? Да. То есть это что-то такое будет достаточно? Да, так скажем, как основа блюда, потому что лук, он дает свой вкус, сочность и красный, он, ой, сладкий, так, создает ароматный вкус. Хорошо, друзья, отдельное внимание, значит, что нужен лук обязательно именно красный, потому что он тот самый, очень ароматный, действительно, очень и красиво при этом смотрится, да, в блюде? Да, совершенно правильно. Олесь, ну а тем временем расскажи мне, пожалуйста, что за магнит у вас там в Болгарии, почему же постоянно всех туда манят? Вот я заметила, что в последнее время, особенно что касается жителей Германии, ну у всех какой-то повышенный интерес к этой стране. С чем это связано? Рассказывай и выдавай нам все секреты. Совершенно правильно. Болгария – солнечная, радужная страна, которая сохранила свои культурные традиции и вековую историю. Чем же она славится? Чем она славится, действительно? Да, славится она теплым морем, более 300 солнечных дней в году, удобными транспортными связями, старинными городами, храмами, историческими памятниками, тем же балканским гостеприимством и, конечно же, немаловажно, натуральными и экологичными продуктами питания. У нас низкие цены на фрукты, на овощи, молочные продукты. Олеся, ты сейчас рассказываешь, просто мне кажется, какой-то стране, как будто мне кажется, даже не существует, правда. Я вот тебя слушаю, мне даже не верится, что есть такие страны, в которых такое сочетание огромное, ну просто плюсов, реально плюсов для обычной, хорошей жизни, качественной, правда? Да. И погода хорошая, и природа хорошая, и цены замечательные, так еще и фрукты, и овощи. Ведь Болгария вообще, ну она, насколько я знаю, она славится тем, что там очень хорошо развита сельскохозяйственная, да? Да, это тоже, да. Да, деятельность, соответственно, конечно же, они сами очень много всего выращивают. И не только, у нас комфортный уровень жизни, низкая преступность. Кстати, Болгария одна из европейских стран с самыми низкими налогами и ценами на недвижимость. Даже так? Болгария очень выгодно инвестировать, да, в недвижимость, то есть клиент получает качественную недвижимость по доступным ценам. Ну все, ты знаешь, мне кажется, что уже те, кто сейчас смотрит нас, они даже уже не понимают, как вообще, как такое может быть и как такое действительно может быть в природе существовать. Олесь, ты сегодня представляешь нас компанию Sweet Homes. Расскажи, пожалуйста, как давно эта компания существует на рынке и, собственно говоря, чем эта строительная компания занимается? Мы являемся строительной инвестиционной компанией на южном побережье Болгарии. А чем же мы занимаемся? Сейчас постараюсь попроще объяснить для наших уважаемых зрителей. Мы строим, продаем, управляем и, конечно же, сдаем в аренду. Строим жилые комплексы как для отдыха, так и для круглогодичного проживания. Соответственно, продаем потом наши апартаменты. Что означает управляем? У каждого комплекса есть свои общие части, общие площади, и мы, соответственно, наша компания их обслуживаем. И сдача в аренду означает, что если клиент покупает с целью инвестиций, то он может легко, удобно, быстро сдавать через нашу компанию. Ну, вот это да. Слушай, ну, у нас такая очень обширная деятельность, да? Да. Олесь, а чем непосредственно ты занимаешься в компании и как давно ты работаешь с ней? Очень интересный вопрос. Конечно. Это, я думаю, что самый главный вопрос, который сейчас интересует наших зрителей. Такая красавица приехала из такой потрясающей страны. Рассказывает интересные вещи. Сколько ты работаешь в этой компании? Потому что чувствуется твоя прям любовь к Sweet Homes. Это очень сильно чувствуется. Да, действительно, я люблю свою работу. Работаю в нашей компании около трех лет как менеджер по продажам недвижимости. Как должен выглядеть менеджер? Ну, вот вообще, да, какие у него главные качества, наверное, для того, чтобы долго проработать в компании такого уровня? Да, ну, это мое мнение, да. Менеджер по продажам, во-первых, у него должна быть приятная внешность. Он должен уметь разговаривать, уметь вести переговоры четко и ясно, и терпеливо объяснить все детали по покупке апартаментов. И чем больше знает один менеджер как информации, ну, например, регионы, соседние курорты, о Болгарии, тем быстрее клиент доверяется и создает дружеское отношение. Все правильно, да, это очень важно, потому что, как говорится, нет ничего лучше, чем рассказать человеку все, во-первых, с глазу на глаз, да. Во-вторых, ну, понятно, что когда приходят в офис, обычно приходят в офис, наверное, да, и там сидишь ты такая красивая. Модель внешности. И тут, конечно, рассказать все тут, ну, я думаю, что уж знаешь как, это тоже очень-очень важный момент, который я прекрасно понимаю, что действительно влияет также на успешность переговоров. Да, и не только. Клиент, например, если приезжает из другой страны, из далека, да, он не знает, например, определенные места, регионы, и для него это важно, чтобы знать, куда ходить, какие туристические объекты или где можно закупаться натуральными вкусными фруктами. И вот ты даже такие моменты все можешь рассказать абсолютно. Конечно, да. Ну, это вентор нашей компании, в принципе, все стараются работать профессионально, всегда удовлетворяем желания клиента, если он хочет там узнать туристические объекты или где же купаться какими-то вещами, мы стараемся ему помочь. Олесь, я почистила лук и теперь занялась чесноком. Ты видишь, я решила всю самую ароматную работу взять на себя в самом начале. Да, действительно, ты молодец. Спасибо большое. Ты уже обомнилась то, что компания Светкомс занимается именно строительством жилых комплексов. Есть компании, которые занимаются построением, допустим, жилых кварталов, а есть, которые специализируются на жилых комплексах. Твое личное мнение, в чем плюс жилого комплекса, в отличие от просто дома, который обособленно стоит на какой-то улице? Наши комплексы жилые, закрытого типа, то есть как для отдыха, так и для круглогодичного проживания. Что означает закрытый тип? У нас закрытая территория, доступ только с чипом. Естественно, у каждого комплекса своя шикарная территория. Есть детские бассейны, бассейн для взрослых, зона барбекю. В каждом комплексе? Да, детские площадки. У каждого комплекса есть своя изюминка. То есть, например, в Суитхоме-2 у нас пещеры, водопады. В Суитхоме-3 японский сад, большая детская площадка с пиратским корабликом и разными детскими сооружениями. Далее у нас в Суитхоме-4 сосновая роща. Она действительно очень прекрасная. Лесная поляна, шахматная зона. В Суитхоме-7 это самый наш новый комплекс. Есть большая круглая дизайнерская беседка. То есть в каждом комплексе есть своя изюминка. И если клиент, например, живет в Суитхоме-7, он может воспользоваться территориями всеми нашими комплексами. Это очень удобно. Это как клубная система. То есть он может себе позволить, даже, например, когда у него дети, у клиента, он становится потом собственником. Захотел завтра на корабле, а сегодня, не знаю, в японском саду. У него в первый день, например, с детьми играют на детскую площадку в Суитхоме-2, на второй день в Суитхоме-7. Олесь, расскажи, пожалуйста, сколько всего жилых комплексов уже построено и планируете ли вы масштабироваться и расширяться? На сегодняшний день у нас построено 11 готовых комплексов. Один, которого завершаем строительство, это Суитхом-6. То есть пусковой срок будет в следующее лето, на следующий сезон. И на будущее, конечно же, у нас уже готовые проекты. Суитхом-8. И планируется в будущем построить очередной проект. Вот это да. Ну, поздравляем вас. Спасибо. Уже количество жилых комплексов очень большое. И раз вы еще и так и строитесь, и строитесь, и строитесь, тогда ты наверняка можешь мне ответить на вопрос, а сколько вообще, ну, так в среднем уходит времени на строительство одного жилого объекта? Я бы сказала, от одного года до двух лет, в зависимости от объема проекта. Вот где-то так, в таком диапазоне. Достаточно быстро. Да, получается, да. Хорошо. У нас готова курочка, я смотрю, да? Да. Ты ее так очень аккуратно, нежно порезала, такими небольшими кусочками. Да, абсолютно верно. Ну, таким, да, таким образом ее... Теперь мы должны ее обжарить? Да, обязательно. Мы должны ее сейчас... Обжарить на масле. Хорошо. Растительное масло для этого нам необходимо. И очень важный момент. Сковородка должна быть глубокая и обязательно с крышкой, потому что мы потом будем эту курочку тушить. Правильно, да? То есть не просто обжарить ее нужно, а ее нужно потушить, чтобы она была очень мягкая, вкусная и сочная. Ну, вот такая же, как и в Болгарии, откуда Олеся приехала. Да. Совершенно правильно, Юлечка. Так, у нас теперь сейчас важный момент. Огонь в студии. Есть. Нет. Давай еще разок. Мы пожарим мясо на среднем огне. На среднем огне. Да, это очень важно, да, чтобы не было... Чтобы оно не подгорело, наверное. Правильно, да, совершенно правильно. Олесь, ты вот сказала, что на строительство одного жилого комплекса уходит в среднем 1-2 года. А когда комплекс строится, есть ли какие-то особенные специальные условия для ваших будущих покупателей? Например, знаешь, некоторые компании, ну, представляют, вы можете купить, не знаю, свою квартиру на этапе застройки, она будет там несколько дешевле. Есть ли у вас такие какие-то акции специальные на этапе строительства или нет? Или нужно дождаться, когда все будет готово, и тогда уже заселяться и покупать? Клиент, да, может купить апартамент в стадии строительства и может в готовом. Все зависит от критерия клиента. Что он ищет, что он хочет. Если он хочет в стадии строительства, то он может купить у нас комплекс, который, например, на сегодняшний день их строим. Если он хочет в готовом виде, у нас есть и такие. То есть менеджер по продажам сначала спрашивает клиента, какие у него критерии, на основе которого мы все ему потом показываем. Покупать в стадии строительства выходит дешевле от 10 до 15%. Ну это неплохо, кстати, правда? Да, да. И потом с каждым этапом строительства цены увеличиваются, если он купил в стадии строительства. Если в готовом комплексе уже есть стандартная цена. Просто большой плюс в том, что действительно ты можешь приехать уже посмотреть на жилые комплексы, которые уже построили. И, соответственно, ты не покупаешь кота в мешке, а ты можешь посмотреть уже, как это будет выглядеть, из каких строим материалов, какой будет дизайн и так далее. Обязательно. Мы сначала ему показываем то, что построили, чтобы у него было представление, как выглядит готовый продукт, так скажем. А затем, если он хочет в стадии строительства, ему показываем то, что есть на сегодняшний день. Вот оно что. По поводу акций обязательно у нас есть. Они бывают зимние, летние. А, то есть не только, значит, получается, связаны они со строительством, а просто еще и связаны с временем года или с какими-то праздниками. На день рождения, может быть? Да, могут быть рождественскими, пасхальными. Все зависит. Это обсуждается все руководством, менеджером по продажам. Или, например, остался последний апартамент. То есть вы лояльны в этом вопросе. Очень. Хорошо. Если остался, например, последний апартамент с такой-то планировкой, то можем тоже его запускать в акции. Это обязательно. А, вот оно что. Ну, то есть, ты имеешь в виду, что, допустим, остались там три апартамента, свободных в каком-то жилом комплексе. Да. Ну, я так понимаю, что у вас, наверное, таких практически вариантов-то не бывает. Очень редко. Очень редко, я верю. Масла, смотрю, ты налила достаточно немало, да? Да. Правильно. Это необходимо, чтобы курочка... Ну, это нормально. Да. Это и немного, и не... Ну, потому что оно потом мясо все это... Хорошо. Мы сейчас будем обжаривать нашу курицу, потому что это такая важная основа для нашего... Ой, как оно красиво уже... Звучит, да? Приятно звучит, да. Приятно звучит, да. Потому что это главная наша основа нашего горячего блюда. Я тем временем начала чистить перчик, потому что я не знаю, как лучше порезать лук и чеснок. Ты сейчас мне расскажешь, хорошо? Сейчас я чуть-чуть... Да, да, да. Чуть поменьше? Да. Очень хорошо. Да. Пока курица будет обжариваться, мы как раз тем временем... Сейчас ты мне расскажешь, как нужно будет порезать лук и чеснок. Хорошо. Перец, ты знаешь, вот я решила вот... И пока не резь, потому что это дело тоже такое очень важно. Каждая хозяйка любит с перцем болгарским обойтись как-то по-своему. И я думаю, ну я рискну, ладно, я пока ты так увлекательно рассказывала просто о жилых комплексах, я думаю, ну я рискну, начну резать, но тем не менее потом, если что, ты меня подправишь, если тебе нравится по-другому. Хорошо. Или это не имеет значения ли тебе? Смотри, я сейчас хочу добавить соль. Значит, нужно посолить. Ну я... Поверьте. Я для начала обычно так... Посолили. Поперчить тоже сразу можно или нет? Нет, только соль. Только соль. И перемешиваем. Да. Хорошо. Обязательно перемешиваем. Расскажи, пожалуйста, что мне сделать с луком и с чесноком? Сейчас, секундочку. Хорошо. Так, с луком и чесночком что нам делать? Режем кусочками. Крупными или нет? Половинками, дочками. Сначала разделяем на две части и потом на полукольца. Все, все понятно. В среднем размере. Хорошо. Смотри, вот так хорошо будет? Да. Ну замечательно. Вот, да, абсолютно верно, потому что они потом жарятся. И здесь еще раз перемешиваем мясо и на среднем огне оставляем его так, чтобы оно жарилось. Ты знаешь, хотела тебя еще спросить, вот прочитала у вас на сайте интересную информацию, что вы делаете для своих будущих потенциальных жителей, для ваших покупателей семинары. Семинары? Семинары организовывали, я об этом никогда не слышала. Расскажи, что это вообще за семинары, что у них происходит и для чего они, собственно говоря, нужны. Семинары нужны для того, чтобы люди ознакомились с нашим продуктом, с тем, что мы делаем, что мы строим и как мы его управляем и так далее. То есть собирается определенная территория в каком-то городе, ну это заранее запускается реклама и так далее. Нет, семинары могут быть по всему миру. Да, все зависит от нашей компании, какая у нас организация и так далее. Кстати, мы были в Германии, собирается определенная аудитория людей, менеджеры по продажам все рассказывают в подробном виде о наших комплексах, о апартаментах, регионе, о Болгарии. Если есть вопросы, мы отвечаем на них. То есть вот для этого нужен семинар. Ну это как коммуникация получается. Обязательно. И чем она хороша, это коммуникация. Потому что человек, например, если живет в Германии, и мы осуществляем семинары в Германии, легко, доступно он приезжает в данном городе в Германии и слушает. То есть у него есть прямой контакт с строителем, с застройщиком и с менеджером по продажам. Это на самом деле очень важный момент, потому что купить недвижимость от застройщика, это самая лучшая вообще инвестиция, которая только может быть в плане финансов. Никаких расходов лишних не будет, правильно? Абсолютно верно. Это тоже важный момент. Ну а тем временем у нас готовятся наши курицы, подготавливаются овощи, и мы уходим на короткую рекламную паузу. Это рецепт успеха, и сегодня у нас в гостях представитель компании Sweet Homes Олеся Герца. Олесь, тем временем, смотрю, у нас курочка уже становится практически золотистая. Ещё чуть-чуть надо. Ещё немножко, хорошо. Ещё немножко, ещё чуть-чуть. Ты знаешь, вот хочу тебя спросить, есть такой некий стереотип, ну, не знаю, мнение, которое бытует, что позволить купить себе недвижимость за рубежом могут люди, ну, скажем так, высокого достатка или определённых слоев общества. Вот развеи нам этот миф или всё-таки подтверди твоё мнение по этому поводу? Хорошо, только перед этим я только добавлю, что нужно начать жарить овощи. Для этого нам нужна отдельная сковородка. Я уже её подготовила. И, значит, нам нужно... Жёлтый и красный перец. Светофор практически. Да, ну, чтобы было более ярко, вкусно. Ярко, сочно и вкусно. Совершенно правильно. Ну, а ты нам расскажи всё-таки, правда, что это не для всех всё-таки такая роскошь? Или это не роскошь и вообще это очень доступно? Это очень доступно. Действительно, это не роскошь. То есть могут люди себе позволить недвижимость за границей. Легко, удобно, быстро, в солнечную Болгарию, на море, где есть шикарный климат. Ну, это я потом расскажу отдельно. Об этом мы поговорим. Ты знаешь, я была очень приятно удивлена, потому что, ну, я думаю, что не секрет. Каждый может зайти на страницу компании Sweet Home, да? Да. И посмотреть, ну, в целом цены, да? Да, на сайте абсолютно есть всё подробно. И ты знаешь, что меня удивило? Я не знаю, анализировали ты рынок в Германии, но я тебе могу сказать, что цены у вас, ну, в среднем в 8-10 раз дешевле на квартиру, чем в Германии. То есть получается, что... В несколько раз, да, дешевле, действительно. Действительно, может позволить себе каждый. Да, цены доступные, качественное строительство. У нас болгарский застройщик. На основе кирпича строим. То есть мы не пользуем гипсокартон. Кирпич у нас австрийский, вененбергер, мультикамерный красный кирпич. Вот это да. Да. Получается, что ещё и... Да, это действительно очень, во-первых, тёплый дом будет, правда? Правильно. И очень долговечный. Да, да. Также мы пользуем натуральные материалы. Для внешней облицовки мы пользуем натуральный камень травертин. Для внутреннего интерьера натуральный камень оникс. А где вы его добываете? Кстати, у нас во всех, ну, в нескольких апартаментах у нас есть и раковина из оникса и травертина. Это очень создаёт приятную атмосферу. Ну, это, наверное, лакшири апартаменты, да? Да, да. И приятно на ощупь, но прекрасно выглядит. Я смотрю, Олеся положила на вторую сковородку два маленьких кусочка лука. Да, мы так проверяем, есть ли растительное масло готово или нет. То есть пока что ждём. А если подскажем просто, как порезать перец, наш шритофор? Да, можно нарезать мелкими кусочками, но не очень мелкими. Ну, в среднем размере. Вот так вот, да, приблизительно? Да, или доликами вот так можно. Ну, доликами еще. Разделяем на две и потом только так нарезаем. То есть и не мелко, и не крупно? Да, ну, в среднем размере. Как вам нравится? Ну, самое главное, да, что не надо мельчить, потому что вкус именно перца должен остаться в любом случае, да, даже после того, как мы его хорошенечко протушим, я так понимаю, что это будет... Ну, цвета на вкус товарища нет, да, это русская поговорка. Это тоже правда. Некоторые любят большими кусочками, но я люблю среднего размера. Смотри, вот так тебе нравится, вот если вот таким кусочком? Нет. Разделяем на две и потом только там тонкими долгими. А, ты хочешь, чтобы это было в стиле лука? Да, правильно. Всё, я поняла. Хорошо, ну я уже сейчас исправлюсь как могу, хорошо? Я люблю, чтобы блюдо тоже было красивое, не важно, что оно пожарится, да? Некрасивое блюдо готовлю. Я просто, ты же сама сказала, на вкус и цвет товарища нет. Я вот решила, понимаешь, в стиле греческого салата порезать перчик, но сейчас исправлюсь. Сейчас будет в болгарском стиле. Да, но исправлюсь на болгарский стиль, потому что сегодня не место на нашей кухне греческим блюдам. Это точно. Олесь, расскажи, пожалуйста, кто ваши покупатели, кто ваши жильцы, кто те люди, которых интересует недвижимость в жилых комплексах Sweet Homes? Я бы сказала, у нас International, то есть клиенты из разных стран мира. Культи-культи. Да. Постараюсь называть, ну начнём с Россией. Из России у нас есть клиенты, из Белоруссии, из Украины, Казахстана, из Болгарии. Потом на Западе у нас из Италии, из Франции и, кстати, из Германии. Очень много у нас собственников из Германии, из Америки и из Израиля. Ну где-то вот так сейчас я себе так вспомнила клиенты. Ну действительно у нас International, но что хорошо, что разговаривают все на русском языке. То есть нет языкового барьера. Это очень приятно и не напрягается человек. Даже если люди приехали, например, из Италии или там, не знаю, из Германии, то, как правило, они всё равно все русскоговорящие, русскоязычные, да. Ну это очень удобно, конечно, да. Очень, да, они становятся друзьями. Соседи получаются с похожим менталитетом. Это же тоже очень важно, правда, как говорится. Это выберет себе сначала соседа, а потом уж недвижимость. Это действительно очень важный момент. Скажи просто, ну а возраст людей, кто это? Это больше люди постарше или те, кто, не знаю, молодые семьи какие-то? Кто это? Ну, конечно, да, в большинстве у нас люди постарше, люди в возрасте, пенсионеры. Есть и молодые, которые тоже любят побывать часто на Солнечном берегу. Получается, что пенсионеров привлекает что-то, ну, тот климат и то спокойствие и море, которое там есть, или в том числе и, ну, скажем, соседи, если они тоже более пожилые? Все наши комплексы расположены на самом известном южном побережье, южном курорте, это Солнечный берег. Ну, название говорит само за себя. Но я знаю, что это один из самых элитных и известных, неправильного слова, да. Правильно, совершенно правильно, да. Побережье. Все расположены комплексы в центре курорта с развитой инфраструктурой. То есть в пешей доступности находится абсолютно все. Рестораны, магазины, аптеки, поликлиники, банки, разные детские развлечения, места с детскими сооружениями. Все очень действительно удобно, быстро и в центре курорта. Кстати, они в центре, но расположены в тихом квартале. Вот я как раз хотела спросить, вот приблизительно сколько до моря эти пешком? Ну, от 400 до 600 метров до моря. Ну, это совсем, это очень полезная, я бы сказала, такая прогулочка, да? Ну, от 7 до 10 минут медленным шагом. Да, у кого дети, они медленнее, да. Да, но при этом смотри, если есть рядом и школы, и сады, то есть получается, что действительно ты можешь не приезжать туда только на отдых, но и полноценно там жить. Конечно, все наши комплексы работают круглогодично, это очень важно. То есть можно приезжать и в зимний период, например, на новом году, на 8 марта, тогда еще холодно. Ну, прохладно, но все равно уже не так холодно, наверное, да? В принципе, в Болгарии, да, зимы не жесткие, мягкие, особенно на Солнечном берегу, где климат средиземноморский. За курортом у нас горы, Старопланина, перед курортом, естественно, у нас Черное море. О, Боже, какая красота. Я представляю, какой там воздух, если там и горы еще, да? Шикарный, да, вот сочетание горного воздуха и морского, они создают прекрасный климат, я бы сказала, лечебный. Это мы видим по тебе, это наша. Спасибо. Лечебный климат для здоровья. Кстати, у нас есть собственники из Германии, ну, мы их называем русскими немцами, да? Я думаю, это не... Это очень даже... Да. Кстати, да. Подходит для очень многих нашей аудитории. Наше мясо почти золотистое. Я уже вижу. Еще чуть-чуть. Еще немножко чуть-чуть. А у лука тоже тушится? Еще его ждем, да. Может быть, немножко огня подбавить или не нужно? Через минутку, да. Хорошо. Да, по поводу... У нас есть русские немцы, например, пенсионеры, они в Германии, у них, например, проблемы с давлением. А когда они живут целое лето на солнечном берегу, у них нормализуется давление, то есть они вообще не трогают таблетки. А для них это шикарно, это мои клиенты мне рассказывают. Я рада, потому что действительно... Я представляю. Это действительно очень классный климат там. И, кстати, дети, которые тоже приезжают на солнечном берегу, они потом целый год не болеют. Слушайте, ну это какая-то фантастика, по-моему. Олесь, мне кажется... Это все реально. Ты знаешь, я действительно, я вот слушаю тебя и понимаю, что, во-первых, ну вы счастливые люди, потому что вы живете в такой солнечной стране. Потому что как ты сама уже сказала, что в Болгарии больше 300 дней в году солнца. То есть получается, что всего ничего, полтора месяца без, ну вот, наверное, полная противоположность того, что происходит, например, в Германии. Да, у нас есть, да. Ты знаешь, хочу тебе еще задать один такой вопрос, но не менее важный, потому что, безусловно, очень важно в каждой стране, как обстоят дела с медициной. И в данном случае мне бы хотелось спросить вот тебя о чем. Если, допустим, переезжает какой-то человек, который жил в Германии, он переезжает, решил, вот, не знаю, пожить в Болгарии или вообще переехать туда на ПМЖ, то, соответственно, его страховка работает и действует там, европейская страховка, или ему нужно приобрести какую-то новую болгарскую специальную страховку? Обязательно действует страховка. Все реально, все доступно, быстро. Наша компания, кстати, работает с клиникой Святой Николай Чудотворец, какое название? Да, расположена клиника прямо в центре курорта, то есть это очень удобно. Доктора очень быстро реагируют, то есть если надо, приходят в комплекс, если какие-то, не дай бог, проблемы, они очень быстро реагируют. Скорую помощь, да, то есть это все реально, и клиент, имея с собой страховки, это в Болгарии без проблем. Слушай, ну это просто замечательно, и ты знаешь, я думаю, что это действительно очень-очень весомый факт, потому что, ну, я так понимаю, что, если что, и приобрести страховку, наверное, тоже там, в принципе, не проблема, и наверняка она будет стоить не каких-то сумасшедших. Нет, нет, все зависит от условий страховки, каждая компания, она же предлагает свои условия. Олесь, у меня готов перец, что мы с ним делаем? А я закрываю сейчас крышкой лук, чтобы... Какой-то секретный сейчас, мне кажется, маневр происходит, да? Ну, оно должно быть вот так, чтобы лук тушился. Хорошо. Тушился. Хорошо, он должен протушиться, ага, и потом вот тогда будем перец, немножко позже. Немножко позже, после лука мы добавим. Есть свободные руки, что делать? Режу помидоры? Да, да, можно начать помидоры, а наше мясо уже готовое. Вот это да. Ну, это чувствуется и по аромату, и по внешнему виду, потому что уже курица приобрела такой золотистый, приятный оттенок, и мне кажется, что это вообще уж как будто какое-то вкусное самостоятельное блюдо. Но нет, это не так. Да, совершенно правильно. Ну, сейчас мы закрываем крышкой и оставляем, чтобы мясо тушилось. Хорошо. То есть у нас получается сейчас тушится отдельно в одной сковородке лук, а в другой сковородке у нас тушится курочка. Да, и это всё... Тем временем я режу помидоры? Да. Каким образом? Сейчас я только завершу. Всё это на среднем огне. Хорошо. Чтобы, да, ну, хозяйка узнала примерно, как готовить. Видите, мне очень важно, знаешь, что вот я смотрю, мне кажется, что ты дом очень часто готовишь сама, наверное, да? Летом сразу, признаюсь, не часто. Потому что... Потому что много работы, клиенты, лето у нас сезон. В основном летом у нас сезон, да, продаж, отдыха, туризма и так далее. Олесь, а скажи просто, вот с какого, по какой период вообще можно плавать в море у вас там? Ну, то есть вот с какого, по какой месяц можно спокойно нырять и не мёрзнуть? Так как у нас южное побережье, сезон начинается с мая по октября. В зависимости от погоды с сентября и октября, ну, считается тогда бархатный сезон. Хорошо. Кстати, у нас сейчас прекрасная погода, солнце, приезжайте. Вот, смотри, торопитесь, понимаете, у нас тут уже осень во всё, а там ещё бархатный сезон. Смотри, я ещё посмотрела, что, допустим, у вас квартира, получается, что... Олесь, единственное сориентирование, пожалуйста, что мы делаем с помидорками? Мелкими кусочками здесь уже... Мелкими, да. То есть, ну, как на салатик? Да, совершенно правильно. Хорошо. А скажи, пожалуйста, с чесноком мы что-то будем делать? Да, но оно в конце, когда уже... Чуть-чуть попозже? Да, чуть-чуть попозже. Я посмотрела, что, например, квартиры не просто, ну, то есть, скажем, в них там есть, не знаю, сантехника, но можно даже заказать и всё подготовить так, чтобы к твоему приезду даже была бытовая техника и мебель. Это правда? Да, совершенно правильно. Наша компания предлагает несколько видов апартаментов. Студия – это у нас одна комната с кухней, двухкомнатный апартамент у нас считается отдельная спальня и отдельная гостиная тоже с кухней, и, естественно, трёхкомнатный – это две спальни и отдельная гостиная с кухней. Предлагается апартамент... Подожди, подожди, то есть получается, что от этого зависит, как она будет обставлена или нет? Нет, я сейчас расскажу просто о том, типа апартамента, какие есть, да. То есть у клиента есть разные критерии, он может, хочет студию, может трёхкомнатный, большой, у него, например, большая семья. Конечно, да, может большая семья, а может ему не нужно, наоборот, знаешь, меньше уборки, как говорится, хочет простую квартиру двухкомнатных. Сейчас, кстати, добавляем перец уже, лук у нас уже готов. Это важный такой шаг, да. Сейчас лук у нас потушился буквально, мне кажется, минут пять, наверное, да? Да, ну где-то так. Пять-семь минут, и мы добавляем туда перец, тот самый наш разноцветный светофор. Абсолютно верно. Значит, получается, что... Получается ярко. Возвращаясь к теме... Хорошо, давай поговорим о планировке, а потом ты мне расскажешь, вот мне прям мебель, прям честно, мне очень интересно. Вот что касается планировки, а есть, допустим, квартиры, не знаю, там с какими-то террасами большими, или с балконом, с каким-то что-то такое. Конечно, да. Апартамент предлагается абсолютно с разными квадратурами, с разными балконами. То есть, если апартамент трехкомнатный, большой, естественно, у него будут два балкона, или один большой, шикарный, с хорошим видом. А если студия или двухкомнатная, там обычно по одному балкону, ну, это опять же зависит, большой или маленький, все зависит от проекта здания, от апартамента. Да, потому что я поняла, что каждый жилой комплекс имеет свой уникальный дизайн, да? Да? Абсолютно верно. То есть, получается, что ты выбираешь сначала, собственно, они все находятся друг к другу, в принципе, близко, да? Да, в 100 метрах друг от друга. Ой, ну вообще, прелесть. Все большая такая семья, все заселяются, все большая семья, потому что можно друг каить в гости, можно поплавить в бассейне у одного, а потом перейти в бассейн к себе и вернуться, да? Спа-салоны есть с внутренним бассейном. В каждом жилом комплексе? В один из них есть спа-салон с внутренним бассейном. Даже спа есть, понимаете? А в других есть спа-салоны без внутреннего, то есть поменьше, где, например, человек хочет просто сауну финскую или турецкий хамам, джакузи, то может посещать и такие сауны. У тебя у самой хватает времени туда когда-нибудь заглянуть? Или ты не являешься? Ну, зимой в основном, да. Ну, зимой погреться самое оно, да? Конечно. Ну, хорошо, что касается мебели, ты знаешь, этот вопрос меня особенно волнует. Почему? Я тебе приоткрою немножко вот даже, знаешь, наверное, ну не то что тайну, но какие-то свои мысли. У меня папа однажды был в Болгарии, он ездил туда по работе, командировку. Он когда прилетел, он сказал, Юль, ты знаешь, Болгария это первая страна, ну, скажем так, за рубежом, которое вызвало у меня какие-то такие внутри чувства, у меня такое ощущение, что я когда-то вот в прошлой жизни здесь жил. Я говорю, я не знаю, почему, но там люди какие-то, они вообще невероятные, страна невероятная. И я так начинаю думать, ну, если цены действительно на недвижимость в Болгарии столько раз ниже, чем, скажем, в той же Москве, где живут мои родители, или в Германии, где живу я, так почему бы не задуматься вообще о том, что действительно, ну, может быть, родители на пенсии, скажем так, да, переместить в такую прекрасную страну с замечательным климатом. Да, ты знаешь, что совершенно правильно мыслишь. И вот, и поэтому хочу спросить, соответственно, люди переезжают. Конечно же, ну, все равно, какая бы она родная Болгария ни была, все равно эта страна поначалу для них чужая. Им не нужно, получается, ездить по магазинам, выбирать мебель, потому что уже все могут за них все привезти, поставить и установить? Да, наша компания предлагает меблированные апартаменты, то есть полностью обставленные, кухни, необходимые принадлежности и так далее. И предлагаем апартаменты под ключ. Что означает под ключ? Что означает под ключ? Это у нас означает апартамент готов, напольное покрытие у нас ламинат, стены покрашенные, в гостиной уже установлен кондиционер и полностью оборудованные санузлы. То есть осталось... Можно заселяться и жить? Осталось только обставлять мебель. Да, осталось мебель. Да. И предлагаем несколько пакетов меблировки. Например, клиент хочет купить себе апартамент уже с мебелью. В Sweet Home 2 у нас стиль хай-тек, в Sweet Home 3 и 5 у нас барокко-ренессанс, уже обставлено все. И в Sweet Home 7, в нашем нашем новом комплексе, предлагается пакет меблировки классический модерн. У нас 7 вариантов. Такая красота. Да, если клиент хочет выбирать себе с таким диваном или с такой кухней, по-моему, все реально. Олеся, это просто, я тебя слушаю, но это, ну, правда, мне кажется, что это, вот Sweet Home, это вообще дома мечты. Вот что я хочу сказать перед нашей маленькой рекламной паузой. Правда, очень интересное интервью, спасибо большое, что сегодня ты с нами, рассказываешь нам. И оставайтесь с нами, самое интересное впереди. Ну что ж, а мы продолжаем. Куриная коварма практически готова, потому что остаются какие-то считанные штрихи соединения ингредиентов. Значит, у нас на отдельной сковородке подготовлена курица, куриное филе. И на второй сковородке у нас, хочу обозначить, что мы добавили туда помидоры, перец и лук. Правильно. Все правильно. Все смешали, все потушили, запахи просто невероятные. Я сочувствую сейчас тем, кто не может их почувствовать, потому что повторять это дома, это действительно того стоит. А сейчас мы еще добавим туда чесночок. Правильно. И сейчас добавляем готовое мясо к овощам. И у нас практически будет готово наше горячее блюдо. Олесь, что нам останется сегодня еще приготовить? У нас еще останется шопский салат, как на болгарском, шопско-салата. Ты знаешь историю этого салата? Почему ее такое назвали? Шопский салат придумывали шопы. То есть в Болгарии есть шесть фольклорные области, одна из которых называется шоп-лук. Это где столица София на западе Болгарии. Они придумывали такой салат. Сам народ шопы, они быстрые, темпераментные, энергичные люди. Они создали такой быстрый, легкий салат для приготовления. И очень полезный. Полезный, вкусный, яркий. То есть действительно это очень хороший салат. Я очень рада, что мы сегодня его с тобой приготовим. Смотри, я выдавила три зубчика чеснока. Могу еще один добавить небольшой? Можно, да? Да. Это в конце добавим к блюдам. Не будет. Это будет действительно такой аромат. У нас получается для горячего блюда осталось добавить чеснок, добавить зелень. Да, в концертное оформление мы добавляем петрушку. И те самые специи волшебные, которые Олеся привезла из Болгарии. Тот самый семьян. Да, и чабрец. Чабрец. Без них не получилось бы. Я передаю тебе с удовольствием и с гордостью чеснок. Спасибо. И перед тем, как приступить к нашему шопскому салату, Олесь, хочу тебя спросить. В жизни бывают разные истории. Я так понимаю, что как ты сегодня рассказывала именно о том, как вы относитесь к вашим клиентам, что у вас такие очень доверительные, очень дружеские отношения, я так понимаю, что клиенты к вам могут обращаться, ну, на самом деле, с различными просьбами. Почему я заговорила на тему различных историй в жизни? Потому что всякое бывает. Переехал человек в страну, рассчитывал, что будет там жить долгое время. Ну, что-то у него там, не знаю, произошло на родине, ему нужно срочно вернуться. Но при этом он не хочет, чтобы квартира какое-то время, месяц, год, два, не знаю, три, стояла пустая. Может ли он прийти к вам и сказать, вот, ребят, помогите, что делать? И что вы ему можете предложить? Конечно, это обязательно, так как есть разные случаи жизни, да. Каждый клиент индивидуален. И подходим мы тоже индивидуально. И бывают разные случаи, но всегда компания у нас такая, что стараемся корректно с каждым клиентом, да, обращаться. Если есть данные вопросы, которые нужно решить, мы обязательно это делаем. Это осуществляем с руководством, с менеджерами по продажам. Все в зависимости от случаев клиента, потому что клиенты бывают разные. Ну, это понятно. То есть получается, что вот у человека что-то произошло, он говорит, ребят, мне нужно завтра улететь срочно, вот подключи от квартиры, я полетел. Так может быть такая ситуация или нет? Конечно, у каждого комплекса есть своя рецепция, свой управляющий, где сохраняются ключи, все организовано. То есть клиент может уезжать в любое время, это уже как бы его квартира, да. Он приезжает и уезжает, когда хочет. Также может сдавать в аренду, как я уже сказала. То есть если покупает с целью инвестиции, то он легко, быстро, удобно, безопасно сдает через нашу компанию. Ну да, потому что получается, во-первых, как бы там ни было, но дом находится под присмотром. Совершенно правильно. Круглые сутки, 24 на 7. И это безусловный плюс, потому что, конечно, когда ты так вот сдал кому-то, уехал и что там, и как, непонятно, да. Кстати, знаешь, хотела тебя еще спросить, вот когда ты рассказывал о комплексах, а вот там есть какие-то парковки или где вообще оставляют машины свои жильцы? Да, у каждого комплекса есть своя парковка, и без проблем, если клиент приезжает на машине, может оставить свою машину. Это очень огромный плюс в наше современное время, потому что, ну, как все мы знаем, что уже без машин никто не может просто представить даже жизни. И, конечно, вот когда с паркинг местом проблема, это на самом деле очень сильно... Это напрягает. Это напрягает, раздражает. Совершенно правильно. Поэтому то, что вы это тоже продумали, я, конечно, не удивлена, но в очередной раз могу вам сказать, что вы, конечно, большие молодцы. Спасибо, Юлия. Олесь, переехали мы в Болгарию. Чем заняться, чем развлечься, куда ходят люди вообще? Расскажи, чем они занимаются, кроме того, что они ходят на море? Да, Болгария шикарная страна, я ее обожаю. Климат мягкий, средиземноморский на солнечном берегу. Чем же можно действительно заняться в Болгарии? Ну, как я уже сказала, славится она теплым морем, более 300 солнечных дней в году, и, конечно же, шикарными пляжами и живописными горными вершинами. Например, для любителей, кто любит кататься на лыжах, он может посещать популярные горнолыжные курорты. Зимой там все в порядке, можно еще и съездить и при этом покататься на лыжах? Обязательно, конечно. Ну, вообще, так еще и зимний у вас получается курорт? И летний, и зимний, все вместе? Да, то есть в любое время из-за мягкого климата практически приятно отдыхать в любое время года. Как я уже сказала, самый популярный горнолыжный курорт это у нас Пампорву, Боровец и Банску. Это на юго-западе Болгарии, ближе к столице София. Что еще предлагает Болгария? Например, у нас есть интересные туристические объекты. Можно посещать старинные города, храмы, исторические памятники. Храм-памятник Александра Невского, он расположен прямо в центре столицы Софии. Очень шикарный храм. Далее, Рильский монастырь, Бачковский монастырь, Осенова Крепус. Потом у нас есть шикарные больниологические курорты. То есть кто хочет во время отдыха поправить свое здоровье, может посещать город Братсигову, Санданский, город Хисария. Там, кстати, есть горячие источники. Это тоже ценно, особенно для людей, которые, я знаю, с проблемами всякими артритами, с всеми остальными. Это очень-очень полезно. Действительно, очень важный такой нюанс. И это не в каждой стране есть. И еще всеми названной спа-столицей у нас город Веллинград. Там есть минеральные источники. То есть множество отелей располагается с минеральными бассейнами. И клиент может там очень отлично даже отдохнуть и поправить свое здоровье заодно. Олесь, смотри, я... Прости, не перебила? Нет, все нормально. Смотри, я порезала помидоры. Просто, знаешь, уже думаю, так нужно спросить, потому что, мало ли, вдруг я что-то неправильно порезала. Порезала мелко их, правильно? Правильно. Сейчас... Огурцы режем так же? Да, правильно. Хорошо. И перчик. Сначала, да, мы почистим огурцы так наполовину, так скажем. Не все, не целиком, а через раз. Как-то по-хитрому. Давайте я тогда. Ну, хорошо. Смотри, как я подумала. Я так, кстати... Это чтобы они красивые какие-то были особенно? Обязательно. Мы сейчас с определенным слоем будем готовить салат. И первый слой у нас помидоры. И я их с удовольствием... Выкладываем в миску помидоры. Ой, как красиво все это, смотри, будет выглядеть. Я так понимаю, что мы перемешивать не будем, да? Нет, не будем. Так, смотри, у нас первый слой помидоров, потом у нас пойдут те самые огурцы, которые сейчас ты подготовишь. Да, и перец. То есть у нас второй слой зеленый цвет. Перец режем мелко? Да, тоже мелко режем, или можно тоже так на доликах, как тебе удобно. Ну, давай помельче порежем, да? Давай помельче, да. Чтобы было красивее, да, когда... Вот это вот, чтобы было красивее, меня все время в загадку будет, потому что я думаю, как же нарезать так, чтобы ей угодить. Нет, как тебе удобно, здесь салат, то есть по вкусу. Хорошо, давай сделаем так, а потом я еще немножко их разрежу, они будут тогда, знаешь, такие тоненькие. Хорошо. Но при этом мелкие будут очень красиво сочетаться с нашими помидорами и огурцами. Олесь, ты сейчас каким-то чудесным образом будешь, я так поняла, чистить огурцы необычно, то есть весь огурец чистить не нужно, нужно это сделать красивыми какими-то полосками. Сейчас вот посмотрим. Да, ну, таким образом, да, его чищут для шобского... Ну, на вкус и на цвет, опять же, товарища, нет, некоторые чистят полностью огурец, некоторые вообще не чистят, а я чищу таким образом. Хорошо. Хорошо. Олесь, один из главных вопросов, который, мне кажется, интересует вообще и зрителей, и меня, скажи, пожалуйста, на каком языке, на каких языках вообще преимущественно говорят в Болгарии? Да, это тоже очень важный вопрос, действительно интересный. Почему? Потому что Болгария, да, национальный язык болгарский, но по всему Черноморию общаются на русском языке, то есть для русскоязычного клиента это очень легко, он не напрягается, и в любом месте, где он находится, в ресторане, в магазине, в больнице, не знаю, в аптеке. А с чем это связано? То есть получается, что это тот язык, который реально преподают прямо в школах, и это действительно, ну, один из языков, или, то есть почему так вот, ну, то есть удивительно, Болгария, страна Болгарии, почему там говорят на русском языке? Ну, по всему Черноморию это давным-давно так практикуется, то есть весь персонал русскоговорящий. Очень здорово. Очень, да, свободно можно общаться, нет у этого языкового барьера для людей в возрасте, для пенсионеров, для детей, то есть это очень все легко, общаются все на русском языке. Ну, это просто, просто рай, наверное, да, потому что не везде, даже в Германии так, знаешь, говорят везде по-русски. Скажи, пожалуйста, я порезала половину перца, этого хватит или еще сделаем половину? Еще чуть-чуть? Еще чуть-чуть. Одну часть только. Вот это еще немного, еще чуть-чуть, я понимала, что это, видимо, какая-то одна из болгарских особенностей национальных, как раз вот о них-то мне и хочется поговорить. Расскажи, есть ли какие-то, ну, интересные особенности у народа, у болгарского, то есть, ну, может быть, что-то такое национальное, знаешь, чисто то, что именно вот только ваше и больше ничье? Да, действительно. Особенности болгар. Я бы сказала, что, смотри, у нас есть такое кивание головой, если, например, ответ да, то в Болгарии мы делаем вот так, то есть вот так, таким образом киваем головой. То есть сегодня на протяжении всей нашей программы «Рецепт успеха» я все время говорила, нет, Олеся, нет, но это на самом деле значило да. А нет, это вот киваем таким образом головой. Ну, ты понимала, что я тебе говорю, что да, да, я с тобой согласна, я все понимаю. В принципе, уже почти все по всей Болгарии начинают, ну, стандартно, да, разговаривают да и нет. Переходят на общепринятые какие-то правила. Да, и некоторые только районы еще как бы соблюдают этот традиционный момент киванием вот так головой. Ага, хорошо, помимо этого. Помимо этого, кстати, мы пьем чай только когда болеем. Правда? А, ну потому что у вас, наверное, солнце светит, вам им как бы так и не необходимо. Наверное, да. Это мы пьем и витамины Д, потому что нам солнца не хватает, и чая по три раза на день. У вас такого нет, да? В Болгарии мы пьем кофе, да, это характерно, да, для болгарского народа, поэтому я акцентирую внимание на чай, потому что действительно кто болеет, только тогда пьет чай. Ну, а обычно каждый день мы пьем кофе. Теперь я знаю, что все те люди, с которыми ты сегодня прилетела, твоя команда, они никто не болеет, потому что сегодня от чая отказались все, и все попросили просто попить воды. Я еще думаю, странно как-то, ну, хорошо. Ты очень наблюдательная. Да, как-то думала. Именно такая должна быть ведущая на программе Рецепт Успеха. Молодец. Так, смотри, я сейчас добавляю сверху на помидоры перец. Правильно, и потом я добавляю огурцы. Давай скорее, мне кажется, что что-то уже красивое. Ну, смотри, вот вырисовывается, и... То есть огурчики, в принципе, они так немножко смешаются, может быть, с перцем? Правильно, то есть у нас второй слой должен быть зеленый цвет. Чем я могу еще помочь нашему салату? Почему? Потому что я скажу в конце, почему именно таким образом и такими слоями я... Ну, а почему в конце? Ты хочешь интригу оставить? А, да. Ну, хорошо, мы принимаем твой ответ. Когда уже будет и горячее, да, тогда и скажу по поводу своего. Хорошо, что делаем с маслинами? Маслина это только для украшения. Хорошо, что делаем с фетой? С фетой сейчас я добавляю огурцы, потом добавляем лук, и сверху натираем брынзой. И это у нас брынза, не сыр, потому что многие... Это очень важно, это не сыр фета, это брынза. Да, это брынза фета. Брынза фета, ах, вот. Да, потому что многие действительно путают брынзы с сыром, то есть это действительно молочный продукт брынзы. Я поняла, хорошо. Олесь, мы добавляем огурцы. Правильно, после огурцов лук. После огурцов. И остается... Смотрите, у нас прям, видите, командная работа практически идет. Полным ходом в нашей студии. Да, вот зеленый цвет уже у нас как бы получился. Ты теперь заинтриговал меня, почему же там такое сочетание. Ну, до этого был цветофор, а что ж теперь, какой будет секрет. Лук нужно немножко так? Да, можно его, да. Разделить. Разделить, да. Чтобы он действительно очень ровным слоем таким лег. Так, и тем временем... Тем временем начинаем брызнуть через... Вот я скажу откровенно, что я такого способа приготовления сыром еще ни разу не использовала никогда. То есть я почему-то всегда думала, что... Нет, наверняка это в ресторанах каких-то подается, ну, то есть я как-то не задумывалась, что это делается именно на терку. Ты натрешь сейчас сыр? Да, самое большое, да, брызу. Самое крупное, вот это. Самое крупное. А, прям сверху, то есть тебе даже не нужно отдельно. Нет, хорошо. Прямо сверху натирается брынза. Хочешь, я натру, а ты тем временем закончишь горячее блюдо? Хорошо. Я так понимаю, что оно у нас, в принципе, уже готово? Правильно. У нас готово и осталось только оформление. Получается, что мы все смешали. Правильно. Но мясо добавили в конце. Это важный момент. Мясо мы добавляем в конце. А мы будем-то добавлять специи, да, те самые, которые ты придумаешь? Да, тоже в конце добавляются болгарские специи. Или они продаются везде, в принципе. Но я решила, да, тебе сделать без сюрприз. Это здорово. Я так понимаю, что это не единственный сюрприз, вы знаете? Ну, я так приоткрою чуть-чуть. Хорошо. Да, ну, не единственный, да, так скажем. Наше блюдо готово. Горячее. Так, сейчас я делаю оформление для... Как красиво получается. Смотрите. Вообще здорово. Я все правильно делаю? Правильно, я наблюдаю. Такие ориенники получаются, да? Я прям закрываю полностью, да? Нет, нет, чуть-чуть нужно оставлять так по бокам. Оставлю, хорошо. Чтобы было все же видно, что это... Да, лучше в центр только. Не тортик, а что это именно салаты. Там у нас... Только в центре, да, можно. Хорошо. Хватит столько сыра? Нет, еще. Столько бронзы? Да. Сейчас смотри, какой у меня сюрприз для тебя. Я привезла из Болгарии. Из глины тарелочка с национальными болгарскими узорами. Как красиво. То есть мы здесь выкладываем горячее блюдо, пирешка коварма. Или куриная коварма. Как красиво. Она подумала обо всем. Даже привезла красивый подарок, который мы сейчас и используем. Ну и, конечно же, эта тарелка будет жить у нас в студии потом. В студии рецепта успеха. Смотри, столько хватит? Достаточно, да. Достаточно. Сейчас я выкладываю, да, горячее блюдо сюда? Ну, давай. Такой важный-важный момент. Чуть-чуть перемешиваем. Запахи в студии сейчас просто невероятные. Прямо хочется сразу, да, попробовать. Ну, конечно. Ну, я так понимаю, что тут нужно немножко терпения, чтобы у нас еще было готово. Я добавила специи и чуть-чуть перемешивала. Выкладываем красиво в такую национальную красивую тарелку, тарелку, которую Олеся привезла из Болгарии, из той самой солнечной страны, где сегодня мы вот рассказали о том, что можно приобрести потрясающую недвижимость, очень доступную, при этом в шикарном месте, и действительно с по-настоящему хорошими русскоговорящими соседями, что немаловажно. Правильно, да. И теперь украшаем это? Я украшаю, да. Ну, опять же, зависит от любителя. Я ставлю вот так две кусочки лимона. Как все вкусно, как пахнет, какой аромат, как все выглядит красиво. И, конечно же, петрушка, она обязательно должна присутствовать. Все должно быть в меру, я поняла, да? Да, все должно быть в меру. Сейчас еще осталась малейшая часть для финального штриха. Хорошо. Так, это нам убираем. Сурочка не нужна. Вот, горячее блюдо готово. Получилось яркое, полезное, вкусное. Как будет приятный аппетит по-болгарски? Приятный аппетит. Так все просто, понимаете, тут русский это не нужно учить, даже им, да? У них язык очень похож. Осталось тоже оформить шопский салат. И смотри, я обычно, ну, у нас есть такое, да, так скажем, оформление. Некоторый шопский салат вот таким образом чуть-чуть, да, ставит по бокам петрушку. Ну, то есть я так понимаю, что просто действительно это такое, даже, наверное, задача больше не какая-то вкусовая, эстетическая, да? Да, да. И в центре мы украшаем, конечно же, маслиной. Это, да. Это, значит, такая вишенка на торте. Абсолютно верно, да. Обязательно, без нее никуда. Да. Ну что, наш шопский салат уже готов. Какой он красивый и нарядный. Давай выставим его. Правильно, и я хочу, я же оставила на последний момент, сказать, почему мы такими слоями... А, тот самый секрет. Да, правильно, смотри, если его смотреть так, получается болгарский триколер. Красный, зеленый и белый цвет. Вот оно что, понимаете, все не просто так в этой студии. И спасибо большое тебе. Ты знаешь, на самом деле, никогда бы не подумала об этом. Интересно, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо огромное, что приготовила такие вкусные и очень полезные национальные блюда. Ну и, конечно же, спасибо огромное за тот рассказ, который сегодня прозвучал в этой студии о компании Sweet Homes. Я думаю, что очень многие наши зрители действительно поверят в то, что мечты можно реализовать. Все в ваших руках. Ну а в гостях у меня была Олеся Герца и я, ведущая Юлия Ласкер. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!